Дагестан Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Система водоотведения должна быть сдана в эксплуатацию в 2025 году, а до этого времени необходимо проложить 92 километра трубы. Но уже на первоначальном этапе ее строительства к подрядчику возникает слишком много претензий. Подрядчикам не соблюдаются сроки выполнения работ согласно утвержденному графику. Отставание на сегодняшний день составляет 60 дней. Техническая готовность по данным дворостройконтроля 2,4%. Годовая техническая готовность должна быть 25%. Всего там в этом проекте 92 километра трубы нужно уложить. То есть 25% от 90, но это там порядка 18-20 километров. При этом уже проложенная труба не соответствует проектной документации. Теперь ее нужно менять. Как такое могло произойти? Не единственный вопрос, прозвучавший в адрес подрядной организации. Которые были трубы, поставщик сказал, что они в принципе подходят, они такие же трубы. Вы же грамотно, образованный человек. Вы же давно работаете. Ну я объясняю вам, как получилось. Ну как получилось? Вы как можете купить трубы, которые не отвечают требованиям? Ну у них заменят. Вот, товарищ Магомед, ваши трубы. Вот, товарищ Магомед, ваши трубы. Здесь должна быть подсыпка. Нету же здесь подсыпки. Вот здесь есть подсыпки. Вот. Только трубу вы прокладываете. Нету подсыпки. Вы что мне сейчас говорите, взрослым человеком? Я не знаю, откуда это прожать. На возведение этого объекта в Дагогнях из федерального центра было выделено более 750 миллионов рублей. Еще 40 миллионов к этой сумме заложено в региональном бюджете. Теперь дагестанским властям может грозить штраф в размере 10% от полученных из центра денежных средств. Но есть и другие, не менее серьезные последствия. Вы что хотите, эти деньги, которые мы с Москвы еле-еле сюда, республику, затошлили, чтобы здесь создать комфортные условия жителям республики, на них заработать и из нас делать дураков, что ли? И плюс к этому, что мы штрафные санкции заплатили туда. И на следующий год нам дорога в развитие программы Северо-Кавказского, в программе развития Северо-Кавказского федерального округа по водоподведению, водоотведению. Из-за вас перед нами поставили шлагбаум. Из-за вашей фирмы. Оказалось, что у поставщика услуг возникли проблемы и в реализации другого проекта – водоводов в Казбековском районе. А потому интересно, как были организованы конкурсные процедуры и какие сведения о своем опыте работы представила подрядная организация. Все документы с фактами нарушений правительства Дагестана направят в республиканскую прокуратуру. Вполне возможно, что «Провстрой-Юг» станет первой фирмой, внесенной в реестр недобросовестных поставщиков. Контракт с ним планируют расторгнуть. Салия Магомедова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. У жителей острова Чечень одной, но основной проблемой станет меньше. Для транспортного сообщения с Махачкалой по поручению Сергея Меликова в декабре текущего года для островитян будет выделен катер. Об этом сообщает телеграм-канал администрации и главы республики. Главным управлением МЧС по региону уже проработан вопрос приобретения маломерного судна. С учетом технических характеристик, наиболее оптимальным вариантом оказался катер на воздушной подушке «Кайман-10» с вместимостью 10 пассажиров. А сейчас короткий обзор новостей в рубрике «Дайджест». Брат на брата в полицию Тербент обратился 29-летний мужчина с заявлением о том, что на него напал родной старший брат и украл телефон. Пострадавший обвинил своего близкого родственника в том, что он пишет неподобающее сообщение его супруге. Мужчина решил с этим разобраться и явился к нему домой, где между ними произошла драка. На данный момент полиция разбирается во всех обстоятельствах конфликта. Собака не всегда друг человека. Нападения бродячего пса на подростка в Буйнакске будут расследовать в рамках уголовного дела о халатности. Оно возбуждено против должностных лиц у ЖКХ города и муниципального унитарного предприятия по отлову содержания безназорных животных. Также стоит отметить, что на недавней встрече с журналистами руководитель комитета по ветеринарии Дагестана Магомед Шапиев заявил, что в будущем в пяти городах и трех районах республики появятся приюты для бездомных собак. Директора Дербенского кадетского корпуса задержали за хищение, сообщают сразу несколько источников. По одной из версий, Амай Шахбанов с прошлого года присвоил себе около 4 миллионов рублей. Деньги он получил от родителей на содержание детей в образовательном учреждении. Помимо этого, директор школы-интерната фиктивно трудоустроил третьих лиц и присваивал себе их зарплату. В отношении задержанного расследуется дело о служебном подлоге, мошенничестве и присвоении. Все для победы. В рамках данной акции Главное бюро медико-социальной экспертизы передало региональному ОНФ пять автомашин повышенной готовности. Транспортные средства будут направлены бойцам в зону СВО. Они в хорошем техническом состоянии. Две машины вручат бойцам 136-й мотострелковой бригады Буйнакска, остальные три – 177-му полку морской пехоты Каспийска. Всего по проекту Народного фронта в зону СВО будет направлено около 30 автомобилей. В Третьей городской больнице Махачкалы прошла межрегиональная научно-практическая конференция о современных подходах хирургии и онкологии. В мероприятии приняли участие ведущие российские эксперты, представители власти и общественники. В рамках научной программы также состоялись мастер-классы под руководством известного профессора Валерия Егеева. Мы надеемся на то, что конференция послужит тому, что технологии современные, применяющиеся в общей хирургии, будут дальше развиваться в нашей республике. Ну и вопросы о онкологии тоже будут выбраны достаточно подробно. И вместе с тем мы надеемся, что не зря в стенах этой больницы мероприятия проводятся, поскольку Третья городская больница действительно очень серьезно развивается. И в том числе эти мероприятия послужат дальнейшему прогрессу в данной клинике. Деревья в память. В Карабудахкенском районе прошла экологическая акция, приуроченная ко Дню Матери, которая отмечается в России 26 ноября. В рамках этого мероприятия было высажено около 30 саженцев. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Дуб, ясень, крымская сосна и липа. Все это было высажено в парке имени Улубия Буйнакского в память о погибших и участвующих в зоне СВО военнослужащих. Мы посадили деревья в память о погибших наших участниках СВО. Посадили 11 деревьев. Наши мероприятия посетили мамы погибших. Все родственники, родные и близкие, супруги, дети пришли. И что немаловажно, что дети пришли и они сами участвовали в этой посадке деревьев. Матери и жены, потерявшие близких в боевых действиях, испытывают огромную боль и горе. Говорить о своих сыновьях в прошедшем времени им сложно. Однако, несмотря на это, посадка деревьев для каждой из них стала важным способом выразить свою память и любовь к ним. Это для матери важно, потому что мать, как свое дитя, как растет свое дитя, может наблюдать, как растет дерево, посаженное на имя своего сына. Благодарю всех, кто участвовал в этом проекте. Хочу поблагодарить отдельно КЦСОН за то внимание, которое они оказывают нам. Главной целью организатора встречи было объединить и собрать всех родственников погибших и оказать им моральную поддержку. В этом году в Карабадокенском районе состоялась масштабная экологическая акция. Это была по просьбе матерей и участников СВО, где наши сотрудники усаживали деревья, убирали территорию и проводили для других мероприятий. Отметим, что подобные акции пройдут в разных районах и городах республики. На этом у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин